здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи из иерусалима политолог арик эльман здравствуйте арик добрый итак президент сша в очередной раз высказался по поводу переноса посольства сша в иерусалим в том смысле что переноса опять не будет на сей раз по словам президента ша этому мешает некий план мирного урегулирования на ближнем востоке имеется ввиду очевидно между израилем и палестинской автономии и вот президент шаг говорит я не хочу ничего прогнозировать но хочу дать шанс программе которую мы разрабатываем прежде чем говорю о переносе посольства в иерусалим и сразу же конспирологи от политики стали задаваться что это за программа конкретная в курсе ли официальный иерусалим об этой программе каковы ее пункты и не ведутся ли за нашими спинами переговоры с уже конкретными обусловленными датами и границами так о чем идет речь на ваш взгляд я думаю что здесь два аспекта первый это трамп которому его команда занимаешься вопросом минациональной безопасности видимо объяснила что перенос посольства в иерусалим может вызвать волну антиамериканских реакций на ближнем востоке решил что как инструмент давления на палестинского руководства это и овчинка не стоит выделки отношения с израилем у трампа сегодня отличная и без того чтобы он чувствовал себя обязаны выполнять это обещание а для того чтобы оправдать это решение отложить перенос посольства иерусалим на не определенный срок что в общем-то делали все его предшественники там говорит о том что есть некие движения и попытки организовать мирный процесс между израилем и палестинцами понятно что в рамках такого таких усилий соединенные штаты не должны идти на односторонние шаги не надо забывать что это свое заявление трамп сделал в интервью и телевизионной программе который ведет один из видных сторонников израиля в сша бывший губернатор канзаса бывший кандидат на пост президента республиканских праймерис майк хакаби и понятно что аудитории хакаби вряд ли устраивал ответ трампа что вы знаете я передумал а когда объяснил трамп объясняет что есть некий мирный план который может быть сорван то тогда и по этому по крайней мере есть смысл с другой стороны есть желание со стороны со стороны трампа все-таки демонстрировать что он делает какие-то усилия на пути к мирному процессу это не новость для израиля разговоры о палестинском направлении между израильской и и американский стороны как мы знаем идут когда сюда приезжают специальные представители трампа они здесь не на мертвом море отдыхают и это абсолютно понятно недаром трамп в своей недавней встрече с не агуб организации объединенных наций тоже посвятил публичную часть своего выступления палестинской тематике и затем как мы знаем была организована утечка информации о разговоре трампа с генеральным секретарем визации объединенных наций в котором якобы сказал что обе стороны и израиль и палестинцы готовы к тому чтобы играть с ним в эту игру и положиться на его деловую деловой опыт для тоже попытаться достичь этого невозможного соглашения и трамп сказал генеральным секретарем гутьерресу что у обмазаны с обмазаны есть определенные проблемы он ему 82 года у него есть политические проблемы он хочет оставить после себя какое-то историческое наследие это не агус с другой стороны понимает что он не у него не дай будет в ближайшее время другого президента сша которым так понимал потребности израиля в области безопасности и при этом он сказал что это нягу может представлять большую проблему с точки зрения достижения регулирования но это на самом деле понятно потому что между израиль и израильская сторона это та сторона которая при любом мирном соглашении должна давать до делать идти на конкретные уступки территориальные в первую очередь которые могут быть очень болезненными лестницкая сторона она только берет поэтому она по мнению трампа с ней больших проблем быть не должно но мы знаем на самом деле что исторический опыт показывает что палестинская сторона до сих пор не была готова никакому соглашению с израилем то она как правило была той которая регулярно взрывала тормозил блокировала любые переговоры что произошло последний раз с мирной инициативой бывшего госсекретаря джона керри и с тех пор мы знаем мирный процесс никуда не идет еще один момент в этой связи в американской прессе появилось несколько публикаций в которых увязывается новое отношение к соглашению с ираном со стороны президента ша который чуть ли не ежедневно заявляет о том что вполне возможно эта сделка будет отменена или заморожена во всяком случае он интригует трамп в этом отношении с этими вот мифическими пока что гипотетическими точнее договоренности с израилем то есть многие политологи там предполагают что есть существует некая закулисная сделка что американцы заморозят сделку с ираном а израиль взамен на это пойдет на какие-то уступки вот в этом возможном договоре с палестинцами насколько это реалистично я думаю что это не совсем и увязывается последствия в случае если президент трамп объявит что он не заинтересован в продолжении автоматического подтверждения условий иранской сделки и передаст ее конгрессу последствия могут быть гораздо более широкими чем и та или иная ситуация израильско-палестинском направлении да конечно с одной стороны логично предполагать что в рамках тройственного сближения сша саудовская аравия и умеренные арабские суннитские режимы и израиль есть каждая сторона должна и должен быть к випрокво израиль и саускай получают ужесточение американской позиции отношении главного врага в регионе ирана израиль со своей стороны идет на какие-то уступки в пользу умеренных арабских режимов чтобы они могли сказать своего и свои пусть своему общественному мнению что палестинская проблема каким-то образом решается это хорошо на бумаге на практике последствия как можно стали иранской сделки могут быть настолько отмены иранской сделки могут быть настолько драматическими что попытки какие-то продолжать палестинской израильские урегулирования в дипломатической политической стратегической среде которая будет абсолютно дестабилизирована вряд ли могут увенчаться каким-то реальным успехом то есть последний вопрос на ваш взгляд никаких реальных реальных подчеркиваю серьезных заслуживающих внимания подвижек вот на нашем палестинском направлении мирном я имею ввиду ожидать сейчас не стоит я думаю что главный игрок в этой в этой игре это примеру нестерзая ли обидими натаньялу это всегда считался до сих пор и например в глазах бывшего президента обама считался тем человеком который может привести большинство израильтян к поддержке перманентного соглашения с палестинцами и в этом было в том что натаньялу якобы не хотел этого делать или боялся по мнению обамы внутри политических последствий своих действий состояла одна из главных причин враждебности которую официальный вашингтон испытывал натаньялу в течение восьми лет правления обама насколько натаньялу с такой логикой согласен это на самом деле никто не знает потому что глава израильского правительства мы знаем человек достаточно осторожен во всем что касается его внешнеполитических действий натаньялу в данный момент в связи с следствием против него и связи с той ситуацией которая сложилась в израильском обществе вряд ли думает что если вдруг кардинально изменится внешний политический курс и согласиться на какие-то быстрые переговоры по приходу к финальной стадии мирного процесса он сможет вдруг стать кумиром израильских левых в то время как он потеряет всякую поддержку со стороны израильских право то что произошло с шароном например будет этого это будет как детская игра последнюю с тем как отреагируют израильские правые на подобный пируэт со стороны негу поэтому реальность того насколько натаньяковский загадок драматическим уступкам она на мой взгляд весьма сомнительно что же касается палестинской стороны то несмотря на оптимизм трампа который говорит что вот обумазан готов конструктивной конструктивной работе для того чтобы создать какой-то оставить после себя какое-то историческое наследие теме до сих пор поведение палестинской стороны было абсолютно консистентно с принципом нежелание признать израиль еврейским государством в любых границах и нежелание завершить официально конфликт между евреями и арабами на святой земле которые результатом которого станет признание состояния арабов право евреев жить здесь в рамках собственного суверенного государства до сих пор ничто не указывает на то что это палестинская позиция каким-то образом изменилась поэтому хотя возможно жесткие американские действия в отношении палестинцев могут выводить их пойти на уступки при условии поддержки со стороны вот этого умеренного арабского фронта но на данный момент поведение трампа в отношении переноса возможного переноса посольства в западный юрсалим тоже свидетельствует о том что у него нет на данный момент большого желания менять вектор американской политики риторическим поменялся да благодаря усилиям в основном посла сша в оон ники хейли критика в адрес палестинцев вербальное достаточно жесткая но реальных действий которые бы их наказывали за их поведение за их за их позиции на и отказ вернуться за стол переговоров за их односторонние действия в международных организациях последний с которой был интерпол нарушающие букву и дух соглашений осло этого соединенные штаты к делать не хотят поэтому палестинцев нет на самом деле реальной мотивации менять свои исторические позиции алекс спасибо за ваш комментарий всего доброго спасибо вам напомню что с нами на связи из иерусалима был политолог арик эльман до свидания